Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Автомат, полный привод Пробег на автомобиле 143 тысячи километров Заменю на нем топливный фильтр Поднимаю автомобиль Снимаю пластиковую защиту И снимаю экран фильтра Поднял автомобиль Снимаю вот эту пластиковую защиту Вот здесь Единственное неудобство Что к фильтру надо снизу подбираться А в остальном Неудобств нет О! И освещение не пришлось добавлять Откручиваю экран Три болта Головка на 10 Пластиковая защиту На 10 вот он стоит фильтр здесь идет датчик на наличие воды разъем разъединяю запоминаю вот стрелка стоит сюда дренаж ставлю снизу тазик и поворачиваю против часовой стрелки опускаю вниз и вытаскиваю вот и все и откручиваю ключ на 14 резиновое кольцо здесь тоже резиновое колечко сейчас это помою вот и все КОНЕЦ И для интереса я старый фильтр распилю, посмотрю, информации, последние 30 тысяч пробега у меня нету, меняли его не меняли, сколько он отходил, я сказать не могу, беру новый фильтр, фильтр оригинальный LR009705 Резиновые колечки идут в комплекте, это хорошо, здесь снизу стоит заглушка изначально Кольцо снимаю Устанавливаю сюда новое колечко и устанавливаю сюда новое колечко Заглушку выкручиваю Можно в принципе, если что, оставить заглушку кому-то, но мне интереснее оставить в родном исполнении И смотрит она вот так вот, на эту стрелку Закручиваю гайку, то есть болт Закручиваю гайку 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 Сильно тянуть не надо, перепроверяю, стоит на стрелочку. И все, здесь уплотнительное кольцо стоит, можно идти устанавливать на место. Ставлю на место фильтр. Продолжение следует... Все, фильтр защелкнулся. Ставлю на место разъем датчика. Вот я вот уже защелкнул. У нас показано, что здесь закрыто, здесь открыто. Когда поворачиваем в прорези, крышку пока... Экран не закрываю, опускаю автомобиль, запущу двигатель, прокачаю сначала систему, а потом подниму, посмотрю, наличие подтеков будут или не будут. Система прокачивается здесь очень легко. Не нажимая педали тормоза, включаю зажигание 5-6 раз. На 20 секунд вначале идет прокачка насоса. Выключаю. Опять включаю. Слышу. Если камера передаст, снизу слышно, как воздух в системе жужжит. Так же датчик, что я делал, указатель уровня топлива, работает после моих манипуляций отлично. Показания четкие. Жена смеется. Я первый раз вижу, чтобы вы радовались, как датчик уровня топлива показывает. Падает топливо. Приятно. Ладно, еще разок делаю. Я думаю, этого достаточно. Нажимаю тормоз и запускаю. Сейчас посмотрим, насколько будет стабильно работать. Вот даже по датчику уровня топлива. Я вчера заправлялся. Здесь получается средний расход 10,1. Но это за все время. Я его не обнулял, не сбрасывал. Мгновенно так. Вот запас хода на 564 километра. Так оно и показывает ровно. Все, двигатель не глохнет. Все работает отлично. Воздуха в системе нет. Поднимаю автомобиль, смотрю на подтекание. В принципе, их быть не должно. Но перепроверить, перестраховаться нужно. Глушу автомобиль. Поднимаю. Все, никаких подтеков нет. Все сухо. Вот это, что снизу, это когда я снимал фильтр. Капнуло. А так все сухо. Ставлю на место экран. Ставлю на место экран. Ставлю на место пластиковую защиту. И на этом замену топливного фильтра я закончил. Всего вам доброго. Забыл. Я же обещал фильтр распилить. Субтитры сделал DimaTorzok. И на него все сухо. Субтитры сделал DimaTorzok. И на него все сухо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая шайба и видно по цвету она довольно таки темная карата побы сп Slop пакет пакет пыль автобус пакет 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 Весь элемент грязный, пропитанный, поэтому фильтр надо регулярно менять. Может быть он сам изначально темный идет материал, в чем я сомневаюсь. Я думаю, что он как и положено картону весь светлый. Вот теперь все. Всего вам доброго.